Святынь на выставке две. Одна из тех, которая приходит поклониться – башмачок святителя Спиридона, тримефунского чудотворца. Как известно, знаменитую бархатную обувь святого часто меняют, так как подошвы оказываются постоянно стоптанными. Уникальным событием православной выставки является и прибытие иконы Божьей Матери «Живоносный источник». Помолиться перед ним может каждый желающий. Серафим Саровский эту икону называл символом смирения, чистоты и отшельничества. Долгое время ее считали потерянной, но святыня 1870 года нашлась в одном из монастырей. Саровский монастырь, в чем был богатейший, она была вышита драгоценными калмами, бисером. Бисер очень дорого ценился в те времена, дороже золота. Она сейчас реставрируется и останется на века в храме Боголюбской иконы Божьей Матери. В этом году проект объединил иконописцев, реставраторов, представителей монастырей и духовных издательств. Всего более 150 представителей из Греции, Республики Комии, Мордовии, Белоруссии, Украины, а также Московской, Владимирской, Ивановской областей. Выставка «Православие. Мир» призвана способствовать духовному общению. Я думаю, что в настоящий момент и данное мероприятие позволит тому, кто еще не сделал шаг, сделать первый шаг на пути доброму, вечному. Ради такого общения на сочинскую выставку, организованную компанией «Сочи-экспо», приезжает писатель Юрий Воробьевский с православным кинорежиссером Еленой Козенковой. Оба презентуют свои книги, документальные фильмы. В «Незримых старцах» книги, экземпляров которой не хватило на выставке в прошлом году, Воробьевский отвечает на вопрос, который ему задают как опытному паломнику – существуют ли еще старцы. Я отвечаю «да». Я знал их за эти 15 лет. Я знал этих людей, пишу о них. И должен сказать, что они существуют, конечно, не только на Святой Горе Афон. Они существуют и в России, и здесь. Иначе всего бы этого не было. На выставке можно заказать молебны на все случаи жизни, приобрести иконы, которые выполнены в разной технике. Есть даже копии старинных икон, рисуют которые на иконописном грунте, без бумаги. Аналогов технологии, используемой в Московском иконном доме, в мире нет. Проработает выставка ярмарка «Православие. Мир» до 27 сентября в новом выставочно-презентационном центре на улице Несебрской, 11. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ».